Продолжайте движение Вы прибыли в место назначения Как часто на дороге водители сталкиваются с ситуацией, когда инспектор ДПС предупреждает о своем намерении взять водительское удостоверение Данные обстоятельства присущи не только положению водителя в ДНР, в Российской Федерации такая же проблема Останавливать машины не на посту инспекторы ГИБДД смогут Ну а вот засады в кустах уйдут в прошлое Автомобиль ДПС теперь обязан стоять на виду Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции, посвященной введению нового административного регламента ГИБДД Он вступает в силу через два дня И это далеко не все изменения Подробности у Дмитрия Петрова Новый регламент разрешает сотрудникам ДПС останавливать автомобили в любом месте Но по сути эта норма лишь закрепляет существующее положение вещей Потому что стационарных постов сейчас почти уже не осталось Больше никаких тросиков или цепочек Водительское удостоверение без обложки надо передавать инспектору по первому требованию Если вы попытаетесь приковать цепью и не отдадите в руки Между прочим это может быть воспринято как невыполнение законного требования сотрудника полиции При выполнении их служебных обязанностей со всеми вытекающими вплоть до административного ареста Теперь официально разрешается фиксировать превышение скорости в местах установки временных знаков Там где ведутся дорожные работы То есть обгонять и ускоряться там уже не получится Но новый регламент не только дает больше полномочий сотрудникам ГИБДД Но и все-таки защищает автомобилистов Так в документе не будет запрета снимать полицейских на камеру Здесь на стороне водителей 29 статья Конституции и 8 статья закона о полиции Вы можете мне чем-нибудь подтвердить, что вы вообще инспектор? Кроме как вот этот значок я вижу И все, вы мне показываете какой-то недействительный документ И если чувствуете, что против вас готовится совершить неправосудные действия Смело включайте камеру Это самый беспристрастный свидетель в спорных случаях Помочь видеозапись может как правоохранительным органам, так и самим водителям Персональная видеокамера теперь всегда с собой у каждого сотрудника ГИБДД Выключать ее запрещено Далее, изымать водительское удостоверение полицейские отныне не имеют права Равно как и задерживать автомобиль Если, конечно, это не пьянка за рулем Это норма, чтобы вы понимали, приведена в соответствии с требованиями КАП После вступления в силу в течение трех суток водитель обязан сдать водительское удостоверение А если кого-то подозревают в употреблении алкоголя Но после освидетельствования выясняется, что это не так То сотрудники ДПС должны будут вернуть человека к его машине Некоторые не очень добросовестные гаишники, скажем так, говорили, а мы тебя сейчас повезем, а там что, а машина тут будет стоять Везите, вернете сюда же Отменяется справка о дорожно-транспортном происшествии для страховых компаний Руководство МВД посчитало, что протокола, либо постановление по делу об административном правонарушении будет достаточно Готовы ли к этому страховые компании? Могут возникнуть случаи, когда пострадавшему придется доказывать свою невиновность И доказывать, соответственно, степень вины другого участника В том числе получая документы из ГИДД другой формы или обращаясь в суд Правомерны ли в данном случае действия работника ГАИ или нет Нам объяснит представитель законодательной власти республики, депутат Народного совета ДНР Алексей Жигулин В настоящее время вопрос изъятия прав водительских удостоверений за нарушение правил дорожного движения Регулируется постановлением Совета Министров 2.22 Которым предоставлено право сотрудникам ГАИ изымать права за вот такие нарушения В то же время я хочу отметить, что нашим комитетом прорабатывается вопрос относительно изменения данной модели И мы такое изменение связываем с принятием Кодекса об административных правонарушениях И мы выступаем за усиление судебных функций в этом вопросе И считаем, что исключительно суд может применять такое наказание в качестве изъятия водительских удостоверений Что водителям сразу на месте предпринимать? Какие действия? Ну, надо понимать, что действия должностных лиц могут быть законны и незаконны И в случае обнаружения незаконных действий, конечно, наши граждане могут обращаться в суды Могут использовать обращение к прокуратуре, которая надзирает за соблюдением законности Для того, чтобы таких нарушений не было Продолжайте движение Вы прибыли в место назначения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok